После сели, сошедших 14 июля, в регионах всплыл ряд проблем. Например, рядом с центральным рынком вдоль реки Акбура незаконно построили 10 пешеходных мостовых и торговых точек. Из-за преград, созданных этими объектами, вода поднялась до 5 метров. После природной стихии была создана комиссия по мониторингу строений земельных участков, расположенных на охраняемых территориях реки Акбура, протекающей через южную столицу. Перенос центрального рынка Оши и демонтаж незаконных объектов потребовал заместитель председателя Кабмина, председатель ГКНБ Камчебек Ташиев. Он заявил, что центральный рынок города в очередной раз может быть затоплен при следующей стихии. В связи с этим принято решение о переносе объекта в другое место. На семи гектарах подготовим за два месяца современный базар. До этого будет реализовывать товары на старом рынке. А на месте старого рынка планируем разбить парковую зону отдыха. До начала работы нового рынка будет работать старый базар. Для въезда на его территорию открыты пять путей. Стихия нанесла ущерб более 700 торговым местам. «Мы нормально восприняли такое решение. Почему бы туда не переехать, если нас обеспечат транспортом, автобусами, маршрутками. Мы тоже хотим работать в безопасном месте, со всеми условиями». «Базар открыт и работает. Новый рынок будет муниципальным, и никто его не имеет права продать». После разрушительной сихии ряд чиновников подозреваются в злоупотреблении должностным положением. До этого много раз обращались по поводу того, что река полностью забита мусором и не очищается. Вот вам и результат. «Когда стали уточнять, то осте реки никому не принадлежало. В связи с этим мы завели уголовное дело. Идёт следствие. По этому поводу есть протокольное поручение Ташиева, и мы обязательно отчитаемся». Центральный рынок города Ош – один из старейших торговых субъектов не только республики. Он работает, не меняя своего места уже более двух тысяч лет. Торговый центр сохранился со времён Великого Шёлкового пути, который проходил и по территории Кыргызстана.